Добрый день, друзья! Друзья, на нашем телеканале пришло время спортивных новостей в эфире программы Овертайм. 15-16 ноября в манеже школы-лицея номер 4 «Интеллект» проходило лично командное первенство Полевского городского округа по легкой атлетике «День бегуна» среди пятиклассников. Всего в соревнованиях приняло участие более 70 юных легкоатлетов. Ежегодно пятиклассники школ Полевского собираются в легкоатлетическом манеже, чтобы провести такой своеобразный средств мастерства в беге на традиционной дистанции 50 и 200 метров. Как отмечают учителя физкультуры, уровень ребят, принимающих участие в дне бега, с каждым годом повышается. Стали больше привлекаться в секции. Третий час физкультуры тоже дает свои плоды. И, конечно, дети. Сказать, что здоровее не стали, но вот те, кто занимаются, они становятся, конечно, более сильнее и крепче в здоровье. В первый день соревнований на старт выходили воспитанники сельских школ и образовательных учреждений южной части Полевского. На второй соревновали в скоростном преодолении дистанции учащиеся школ в северной части города. Сборные команды пятых классов. То есть для участия шесть человек мальчиков и шесть человек девочек. Зачеты идут пять и пять. Тренера работают, смотрят для себя потенциал и выбирают детей, приглашают их для привлечения в спорт легкой атлетики. Все как бы. Дальше-то они не идут. А дети, которые понравятся заниматься вот именно этим данным спортом, они записываются в секции по легкой атлетике. Одноклассницы Катя Гребенюк и Арина Майтисян занимаются легкой атлетикой не очень давно, но пропустить данные соревнования не могли. Настроение вроде бы нормальное. Ну, у меня тоже хорошие настроения. По-моему, пробежали хорошо. Да, я тоже нормально. Скорее всего, пришли посмотреть свои силы, сравнить, кто как бегает. Ну, да, я тоже тоже. В итоге среди сельских школ первое место в командном зачете у станционного Полевского. На втором месте Зюзельский замкнула тройку под Невая. В личном зачете как среди девочек, так и среди мальчиков победителями стали представители школы станционного Полевского. Ангелина Шаховцева и Миша Шилин. В первенстве среди городских школ на первом месте школа лице «Интеллект». На втором – политехнический лице «Эрудит» и замкнула тройку команда 13-й школы. В личном зачете среди девочек победу праздновала Ксения Фатегзянова, а среди мальчиков – Вячеслав Мальцев. С 15 по 20 ноября на лыжной базе физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода проходили игры зонального этапа первенства России по баскетболу среди команд юношей 2003 года рождения. В Полевском помимо хозяев за право выхода в полуфинальную стадию первенства боролись еще пять команд из Перми, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска и Екатеринбурга. Сильнейшие команды Уральского региона приехали в Полевской биться за право сыграть в полуфинале первенства России. Перед полевчанами также стояла задача попадания в тройку сильнейших, дабы заработать путевку в следующую стадию. Отметим, что Полевской принимал игры зонального первенства страны наравне с такими городами, как Москва, Волгоград, Новосибирск и другие. И как уже не раз отмечалось, в Полевском столь крупные турниры проходят не в первый раз. Это говорит об ответственности и о шикарных условиях, которые предоставлены вашим городом. И, соответственно, я так понимаю, что трудным заводом, который является спонсором и основным владельцем этого зала, для детей шикарные условия предоставлены в гостинице. Зал великолепный, причем, насколько мне говорили местные организаторы, что он сделал из местной древесины этот паркет, из березы. И очень шикарное его качество. Мне всегда нравится приезжать в Полевской, жить на этой лыжной базе, свежий воздух. Мы каждый раз здесь гуляем, на прогулке ходим. Замечательный город, замечательные гостеприимные люди. Как отмечали специалисты, собравшиеся команды примерно одного уровня, равные по мастерству и подбору игроков. Поэтому борьба за выход в полуфинальную стадию ожидалась напряженная и в какой-то мере даже непредсказуемая. В матче-открытие полевчане встречались с командой Дю США номер 3 из Екатеринбурга и потерпели крупное поражение со счетом 38-103. Качество игры оставляет моей команды гораздо лучше, несмотря на результат, очень много брака в игре. Поэтому вызывает вот это недоумение. Что мы делали на тренировках, в принципе, оно не всегда получается, будем говорить так. Если давать им расслабляться, так оно и покатит. То есть они должны быть в тонусе. И если какие-то ошибки допускают, они должны понимать, что их за это по головке никто не погладит. Объективно говорить, не выше уровень, просто ребята немножко перегорели, честно говоря. В общем-то, они нисколько не хуже. Понимаете, просто у Екатеринбурга больше набрано игр. Они уже сыграли этим составом где-то, ну, в этом году игр 30. Поэтому игровая практика, мы же не выездные никуда, в общем-то. Вот так, ну, не то, что там объединять кого-то, мы варимся в собственном соку. Вот так выглядит. Ну, я думаю, сейчас дадим бой все равно. Поскольку задача перед полевчанами стояла вполне конкретная, попадание в тройку призеров, даже после стартового поражения нашим ребятам не стоило отчаиваться. А собравшись с силами, достойно провести оставшиеся матчи, чтобы завоевать путевку в полуфинал первенства России. Однако сил у наших баскетболистов не хватило. И они, одержав лишь одну победу над командой из Мальтиногорска, заняли лишь пятое место. А итоговая тройка призеров выглядит следующим образом. Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. 20 ноября в клубе «Гамбит» прошел традиционный товарищеский матч по шахматам между северной и южной частями Полевского. В формате 16 на 16. Восьмой раз проводилась традиционная встреча между шахматистами северной и южной частей нашего города. В основном игры проходят в северной части, поскольку в клубе «Гамбит» условия лучше. Подобные поединки всегда завершались переменным успехом. То сильнее оказывались южане, а то вверх брали представители севера. В прошлом году как раз грейсмейстеры северной части оказались сильнее. И в этот раз они были как никогда близки к повторению и закреплению успеха. В этом году скорее всего северная часть побывает, потому что они собрали всех сильнейших. У нас пара человек могла бы, конечно, усилить команду. Но такие условия, я думаю, что у северной части небольшое преимущество есть в этом году. Формат встречи 16 на 16 не случайен. На шахматной доске по 16 белых и черных фигур. Так что эта цифра для шахмат очень символична. Соревнования проходили по так называемой шевенингенской системе. То есть каждый представитель команды северной части должен был сыграть с каждым представителем южан. А затем после подсчета очков выявлялся победитель. Это большой стимул для развития шахмата. Потому что и дети играют, и взрослые играют. Принимаем другого опыта. Он очень принципиальный, большой соревновательный напор. И все с удовольствием, кто может участвовать в этих соревнованиях. Ну как бы толчок для развития шахмат. Особенно для молодых ребят, которые смотрят, учатся у старших. Ну, надеются когда-то лидерами стать в своих командах. В итоге победителями со счетом 143 на 113 второй год подряд стали гроссмейстеры с северной части города. Лучшим среди победителей стал Игорь Худяков, показавший стопроцентный результат, набрав 16 очков из 16. На втором месте Артем Чтенцов с 14,5 баллами. Замкнул тройку Валерий Машков в его активе 14 очков. У проигравших лучшим стал внук Геннадия Ивановича Чебыкина Дмитрий Андрюков, набравший 14 баллов. За ним расположились Дмитрий Коломеец с 13 очками и набравший 10,5 баллов Евгений Оспенников. Идет набор в группы тайского бокса. Тренировки три раза в неделю в детской и юношеской спортивной школе по адресу Максима Горького 1. В понедельник и пятницу в 21.00, в среду в 20.00. Тренировки интересные и разнообразные. Индивидуальный подход. Справки по телефону. Новую порцию спортивных новостей смотрите на нашем канале ровно через неделю. А пока новости и не только спортивные, вы всегда можете узнать на нашем сайте channel11.ru. На этом у меня на сегодня все. Продолжайте смотреть овертайм, болейте за наших, занимайтесь спортом. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok